Любовь В свои 44 года музыкант, лауреат эстонского конкурса пианистов имени Григо, эстонского национального конкурса пианистов и обладатель пятой премии международного конкурса пианистов имени Скрябина в Москве. Он рассказывает, в его семье всегда царил культ классической музыки. Трепетное отношение к ней пианист сохранил и по сей день. Из обширного репертуара для кустанайцев исполнитель выбрал только произведения любимых композиторов Григо, Шопена, Скрябина, Рахманинова, Тубина. Их широкая звуковая палитра дополняется особенной выразительностью Таннелла, его экспрессивными жестами, мимикой, а иногда тишиной и паузами, благодаря которым последующие ноты становятся еще ярче. Чувствую восторг, конечно, от исполнения, потому что пианист такого высокого профессионального уровня приезжает к нам очень нечасто. Поэтому, благодаря творчеству Таннелла и Оамеца, мы смогли услышать сегодня прекрасную игру и приобщиться к эстонской школе пианизма. В эстонской академии музыки и в Тартусском музыкальном училище Йомец преподает фортепиано и импровизацию. Кстати, желание импровизировать к Таннеллу приходит часто. Тогда-то и слышит зритель живой диалог музыканта с роялем. Авторским откровением и основным акцентом в этой программе стала фортепианная соната эстонского композитора Эдварда Григо «Северное сияние». Интересный был какой-то эстонский дух услышать. Я пытался его услышать, когда он эстонский композитор «Северное сияние» играл. Я пытался его ловить, пытался понять, что-то такое национальное. Мне кажется, чуть-чуть ловил. Все-таки какая-то холодность северных стран чувствуется. Два отделения по 40 минут показалось мало. Как для слушателя, так и для пианиста, который, как признается сам, живет только когда играет. Для себя я люблю больше всего играть. Концерты – это просто я должен делать, чтобы была причина заниматься. А сам себе играть – это ежедневная вообще жизнь, которую я очень люблю. Кто-то не отводил глаз от сцены, кто-то сосредоточился на своих внутренних ощущениях. А что чувствовал сам музыкант, находясь во власти отточенных сочетаний звуков? Это, наверное, и есть та загадка, которая снова и снова влечет зрителей на его выступление. Владимир Фрайнт, Хамзан Урписов, Елена Дубогрей, РТН